Прокатились на электрокаре и насладились необычайной красотой Кисловодского парка, можно и перейти к решению важных вопросов. Федеральному гостю первым делом представили реализацию берегоукрепления на реке Подкумок в черте Кисловодска. Работы там начались еще в 2017 году. За это время успели защитить участок русла протяженностью 1,7 километра, причем со значительным опережением сроков. Учитывая сложную ситуацию с паводками в регионе, останавливаться на достигнутом власти не собираются, рассказал Андрей Хлопинов, глава Краевого Минприроды. До 2022 года у нас еще пять объектов. На все есть проектно-сметная документация. Стоимость порядка 300 миллионов. В Росводресурсах мы заявились и планово идем. Все работы проводят в рамках нацпроекта «Экология». Его реализация по всей стране стартовала в начале этого года. Он включает в себя 11 федеральных проектов. Среди них проект «Чистая страна». По нему на Ставрополье ликвидируют несанкционированные свалки. Так в районе нового озера Кисловодска рекультивируют мусорный полигон площадью почти 5 гектаров. Оттуда уже вывезли около 29 тысяч тонн мусора. Губернатор края попросил помощи в ликвидации не только городских свалок, но и сельских. Так как это удовольствие не дешевое и только краевым бюджетом эту задачу решить сложно. Как прозвучало, инициативу проработают в федеральном министерстве. На встрече подняли и тему мусорной реформы. Владимиров предложил Кобылкину разрешить регионам самим определять размер тарифа на вывоз мусора. Рассчитывать по квадратуре, к примеру, не всегда справедливо. К слову, на Ставрополье на сегодняшний день функционирует 10 полигонов за хранение твердых коммунальных отходов и один мусоросжигательный завод. Основная цель этой реформы была декриминализация. Мы хотели просто, чтобы этот вид бизнеса стал легальным и мы могли разговаривать с собственниками, профессионалами, которые знают, что делать с этим мусором, как его перерабатывать и как пускать его во вторичную переработку. То есть вот это мы хотели сделать. Нам нужны, безусловно, крепко стоящие на ногах региональные операторы. Я считаю, что чем больше их будет в нашей стране, тем быстрее мы получим лучшие практики и внедрим их в какие-либо законодательные инициативы. Следующая точка визита Дмитрия Кобылкина – город-курорт Железноводск. Вместе с Владимиром Владимировым глава федерального ведомства ознакомился с ходом реконструкции каскадной лестницы. Министр природных ресурсов страны также отметил, что Ставрополье входит в число тех регионов, у которых не возникает проблем с документацией по заявкам на участие в федеральных проектах, а также их оперативная реализация. Это высоко ценится на уровне министерства. Не исключено, что наш край может рассчитывать на дополнительную поддержку федеральных властей по линии Минприроды России. Ну а следили за ходом встречи Екатерина Сегеда и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение.